Добрый вечер на телеканале ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и сурдоперевод Марата Жумабекова. Смотрите сегодня. Добрый вечер на телеканале. Добрый вечер на телеканале. После осмотра специалисты поставили пенсионерке свой диагноз – гипертония и аритмия сердца. Добрый вечер на телеканале. Сегодняшние назначения и консультации медиков оказались очень полезными. Теперь я знаю, какими методами могу поправить свое здоровье. Сюда мы привезли 11 врачей из Талдокургана и районных центров. В составе нашего медицинского десанта вошли такие специалисты, как кардиолог, стоматолог, терапевт, онколог, хирург и офтальмолог. Специально для проведения тщательного обследования граждан в село прибыл передвижной медицинский комплекс. Он оснащен всем необходимым оборудованием. Имеется офтальмологический аппарат, ЭКГ, рентген-кабинет, лаборатория и прочее медицинское снаряжение. Всего у нас в Алматинской области имеется пять таких передвижных машин. На содержание их в этом году выделено более 92 миллионов тенге. Помимо осмотра, специалисты здравоохранения региона провели разъяснительные работы среди населения. Говорили о необходимости социально-медицинского страхования. Как поведали ответственные лица, внедряемая система призвана улучшить здоровье и жизнь граждан. Благодаря отчислениям казахстанцев, нуждающиеся смогут получить бесплатный доступ к дорогостоящим операциям. Застрахованный гражданин по всей территории Республики Казахстан может обратиться за лечением, за оказанием медицинских услуг в любую частную клинику. Но эта частная клиника обязательно должна находиться в базе данных, во-первых, фонда обязательного медицинского страхования, и эта частная клиника должна быть в договоре с фондом. И тогда все лекарственные препараты, которые выписывает доктор из этой частной клиники, все обследованные лечения для застрахованного пациента по пакету обязательного медицинского страхования будет на бесплатной основе. Медицинская акция продлится до 6 мая. За это время врачи планируют объехать около 10 сел и охватить медицинской помощью более 2000 человек. Ануар Амангельдинов, Габит Кабдрахман, телеканал ЖИТСУ. Жителям семи отдаленных сел Панфиловского района больше не придется ездить в Жаркент для получения необходимых государственных услуг. Это стало возможным благодаря открытию мобильных центров обслуживания населения. Теперь необходимые справки или иным документам сечане смогут обзавестись всего за несколько минут. Для этого им необходимо иметь лишь удостоверение личности и электронную цифровую подпись. За последним жители могут обратиться к специалистам, которые подробно объяснят, как зарегистрироваться на портале электронного правительства. Всего в Панфиловском районе с начала года оказано свыше 42 тысяч государственных услуг. Из них более полутора тысяч предоставлены в электронном формате. Основная цель работы мобильных центров – экономия времени граждан. Второй задачей мы ставим для себя повысить уровень компьютерной грамотности людей на селе. Ходить в сонной уже нет нужды. Многие могут получить услуги через телеграм-бот и мобильное приложение ЕГОВ. Это очень удобно и практично. Наша общая задача – сохранить общественное согласие и единство. В Доме дружбы в городе Талдыкурган состоялся круглый стол. По поводу обсуждения вопросов, рассмотренных на 27-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Члены Ассамблеи и участники сессии выразили благодарность первому президенту Нурсултану Назарбаеву. За труд и последовательность своей политики. Мы должны активно подключиться к процессам модернизации. Это станет самым надежным вкладом в дальнейшее развитие нашей страны. Говорят, члены АНК. Модератором круглого стола выступил Габит Турсумбай. Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по Алматинской области. Также отметили важность предстоящих внеочередных выборов. Сегодня наша страна находится на важном этапе своего развития. Мы уверены, что все граждане Казахстана примут участие на выборах и обозначить свою гражданскую позицию. Делятся участники круглого стола. И сегодня наша задача все эти инициативы поддерживать, продолжать работать в том же направлении, потому что в нашей стране создано очень много условий для молодежи, но очень много возможностей, которые мы должны использовать и в дальнейшем развиваться и самоутверждаться. Марафон добрых дел набирает обороты. На этот раз инициативу проявил меценат Амангельда Атаев. Предприниматель из Елийского района подарил квартиры двум семьям в поселке городского типа Боралдай. Эльмира Кеншильбаева – мать пятерых детей. Зарплата ее мужа всего 45 тысяч тенге. Также получает пособие на ребенка инвалида 80 тысяч тенге. Вся сумма уходит на оплату жилья, лекарства и продукты питания первой необходимости. Средств не хватало. Они и представить не могли, что получат такой подарок когда-нибудь. Делятся эмоциями обладателей заветного жилья. Главная проблема решена, словно мановение волшебной палочки, благодаря неравнодушному меценату, говорит хранительница очага. Один ребенок у меня инвалид. Переезжали с одной квартиры на другую. Тяжело было, просто выживали. Последние два месяца не могли оплатить за проживание. И вот, счастью нет предела. Мечта стала реальностью. Не менее радостным событием ознаменовался май 2019 года и для Дабысбаевых. У них в семье три инвалида. На очереди за жилье уже девять лет. До этого знаменательного события проживали в близлежащем поселке Акши. Теперь с радостью переезжает в Боралдай. В поселке Боралдай есть большая больница. Для нездоровой дочери очень удобно такое местоположение дома. Спасибо меценату за эту доброту. Мы никогда этого не забудем. Сколько денег потратил на приобретение жилья, мужчина не рассказывает. Считаю своим долгом помогать нуждающимся. И социальная ответственность бизнеса – не пустой звук для отечественных предпринимателей, говорит он. Многие знакомые предприниматели уже выразили готовность сделать такой же шаг. В будущем уверен, мы сделаем нашу страну лучше. Для этого есть все возможности. Акция «Милосердие» продолжится. У нас немало неравнодушных предпринимателей, уверяют местные власти. Всего в Вилийском районе стоят в очереди на квартиру более 3000 людей. Строится 300-квартирное многотайжное жилье. Елеман Раимбеков, Курманжан Касымжанула, Аманжал Жункешев, телеканал ЖТСУ, Вилийский район. Хорошим делом отметился и предприниматель из Кельдинского района. Известный аграрий Виктор Хильниченко подарил новую коляску инвалиду первой группы Канату Нугманову. Парень 10 лет назад попал в серьезную автокатастрофу. Однако попав в тяжелую жизненную ситуацию, Канат не пал духом. Уже 4 года он профессионально занимается спортивными танцами. Имеет несколько призовых мест на республиканских чемпионатах. Из-за активных тренировок и участий в соревнованиях коляска спортсмена уже непригодна. А купить новую он не имел возможности. Узнав об этом, молодежь района призвала бизнесменов помочь парню. И первым на просьбу откликнулся Виктор Хильниченко. Спасибо большое таким добрым людям. Это очень большая помощь для меня. Коляска очень хорошая. Надеюсь, в будущем сидя на ней, я завоюю немало наград. Новый парк Талабкер стал украшением города Ушарал Алакольского района. Работа по созданию места отдыха и развлечений стартовала в августе прошлого года. Из бюджета выделено 82 миллиона тенге. На территории в полтора гектара размещены спортивные тренажеры, футбольное поле и аллея для прогулок. Это уже третий сквер в Ушарале. По словам Акима района, в будущем откроют парк в селе Ахщи и теннисную площадку на берегу озера. Также по всему парку высажены различные саженцы, которые уже в ближайшие годы дадут зоне отдыха неповторимый колорит. Несомненно, парк Талабкер быстро полюбится горожанам, станет неотъемлемой частью облика районного центра. Это не просто красивый центр отдыха, это место встреч, душевных разговоров, занятий по интересам и рождению новых сдаков, уверены жители. Конечно, хорошо, что открылся этот парк. Теперь больше сможем играть, тренироваться даже здесь. Будет больше развиваться спортом в нашем городе. Сейчас очень большое подостаточное поколение, у которых появляется интерес к спорту, также в футбол. Автопарк Казахстана стареет. На сегодня почти две трети всех машин на дорогах страны старше 10 лет. Такие данные приводят портал Ранкинг.З. И это несмотря на то, что в автосалонах дилеры отмечают рост продаж. На сегодня в Казахстане, по официальным данным, зарегистрировано свыше 5 миллионов транспортных средств. 64% из которых старше 10 лет. Причем, по сравнению с прошлым годом, эта цифра выросла. Еще больше автомобилей стало, чей возраст перевалил за 3 года. Сразу на 25%. Все это, по словам специалистов, свидетельствует о стремительном старении отечественного автопарка. Малматинские врачи провели уникальную и первую в их практике операцию младенцу. Девочка появилась на свет с врожденным пороком и не могла дышать. Подобных случаев в Казахстане еще не было. Но после консилиума медики все же решились действовать. Про порок мать узнала, когда была на седьмом месяце беременности. В детскую городскую больницу девочка поступила через 3 дня после рождения. Пока у маленькой пациентки брали анализы, врачи консультировались с коллегами из других городов и стран. Спустя 4 дня ее прооперировали. Весь процесс занял 4 часа. Сейчас малышка в реанимации. По словам медиков, уже скоро ее выпишут из больницы. Более 8 миллионов детей во всем мире родились благодаря искусственному оплодотворению. Такие данные приводит Международный комитет по мониторингу прогресса в области репродуктивных технологий. Ежегодно за медицинскими услугами по лечению бесплодия обращается более 2 миллионов пар. И результатом этого становятся более полумиллиона новорожденных детей. В прошлом году только столицу с целью получения медицинских, в том числе и репродуктивных услуг, посетили более 300 граждан из-за рубежа. Экстракорпоральное оплодотворение стало самой популярной медицинской услугой среди иностранцев в Казахстане. И воспользовались граждане почти 50 государств. Каждый десятый пациент не резидент страны. Такие данные приводит Казахстанская ассоциация репродуктивной медицины. Светлым умам зеленый свет. В Алматинской области стартовал отборочный тур национального конкурса стартап-проектов Минамармана. Участие в нем примут около 70 життисусов в возрасте от 16 до 29 лет. Оценят их работу 7 ведущих ученых и бизнесменов нашего региона. Как говорят они, поддержкой заручатся те проекты, которые будут самыми неординарными и полезными. Самое главное, чтобы разработка конкурсантов способствовала улучшению процесса работы какой-либо сферы деятельности. Не менее важна и рентабельность продукта. Те конкурсаты, чьи работы подойдут к вышеуказанным критериям, пройдут в 1-4 конкурса. Он состоится в июле этого года в Шымкензе. Всего национальный конкурс стартапов Минамарманым проводится в третий раз. За годы своего существования в нем участвовали более 11 тысяч молодых ученых. Организатор является Министерство образования и науки Республики Казахстан, соорганизатор наш университет. Сегодня цель данного конкурса это поддержка социально значимых инициатив, бизнес-идей, начинающих предпринимателей, молодых ученых. Задача сегодня мотивировать максимально наших молодых ребят, нашу молодежь в рамках года молодежи о том, что заниматься нужно сегодня собой, самосовершенствоваться, заниматься наукой, заниматься бизнесом, открывать свое ТО, ИП, самосовершенствоваться. То есть сегодня встреча мы пригласили ведущих успешных бизнесменов, которые делятся своей историей успеха. Рассказывают о том, как они не сразу начали зарабатывать, не сразу получили прибыль. То есть как они шли по этому тяжелому этапу для того, чтобы уже сегодня жить в комфортных условиях. В этом году 100 лет с момента выхода первого выпуска газеты «Егемен Казахстан». В честь знаменательного события в Талдыкургане состоялся конкурс публицистических сочинений. В литературном состязании приняли участие более 30 журналистов и писателей. Тщательным отбором жюри выбрало пять лучших материалов. Из них первое место удостоился Булат Мажит, корреспондент областной газеты ЖТСУ. Вторым стал молодой Акын Дастан Кастай. И третье место занял журналист Хаджет Андас. Все победители и призеры отмечены благодарственными письмами и поощрены денежными призами. Проводим ряд мероприятий в рамках столетия газеты. Выражаю благодарность руководству области за оказанную поддержку. Такие мероприятия помогают найти вдохновение писателям. Все материалы были конкурентными. Мы изучали актуальность, стилистику, глубину мыслей. Поэтому выбрать победителя было крайне сложно. Сотни тысяч людей эвакуированы в Индии из приближенных районов из-за надвигающегося циклона Фани. Ожидается, что удар стихии обрушится на берег штата Ариса уже в эти выходные. Циклон принесет с собой проливные дожди, а порывы ветра могут достигать 200 км в час. Возможно, серьезные наводнения. 20 лет назад жертвами подобного бедствия здесь стали около 10 тысяч человек. И власти предпринимают экстренные меры по недопущению новой трагедии. По данным СМИ, эвакуируется от 800 тысяч до миллиона человек, для которых уже сооружены специальные палаточные лагеря. От циклона могут пострадать посевы зерновых и плантаций фруктовых деревьев. Не исключены обрывы линий электропередачи. Непогода может частично затронуть и соседние штаты Анхара Прадеш и Западную Бенгалию. Американский журнал Billboard назвал лучших музыкантов года. На церемонии вручения наград в Лас-Вегасе выступили Мадонна и Ариана Гранде. Канадский рэпер Дрейк получил награды в 12 номинациях. Среди них самую главную – лучший артист. 12 наград достались также американской певице Карди Би, в том числе за лучшую рэп-композицию. Поднявшись на сцену, артистка пообещала своим поклонникам, что вскоре их ждет встреча с ее новыми музыкальными произведениями. Специальную награду икона получила Мэрайя Кэрри, которая на сцене прослезилась, а затем исполнила папури и своих самых известных песен. Диетологи Москвы призывают россиян не есть много шашлыков и не злоупотреблять алкоголем на майских праздниках, так как из-за этого могут обостриться хронические заболевания или даже появиться новые, в частности, подагра. Чтобы не допустить переедания, специалисты советуют включить в рацион овощи и ягоды, а запивать шашлык лучше всего водой, так как сладкие напитки увеличивают колоритность блюд. К другим темам. Народная артистка Казахстана Макпал Жунысова с воодушевлением поддержала идею руководства телеканала ЖТСУ. Дала концерт в честь 20-летия областного ТВ. Концерт народной любимицы прошел при полном аншлаге. Свободных мест в зале Дворца культуры не было. Поддержали концерт и такие музыканты, как Ержан Белгузиев и Бауржан Рахимбеков. Макпал Жунысова Макпал Жунысова – одна из немногих артисток казахстанской эстрады, которую слушают взрослые и молодежь. На концерте прозвучали ее самые лучшие и хитовые песни, любимые в народе. Не сдержав эмоции, гости танцевали и пели вместе с артисткой. Этот концерт в рамках 20-летия благотворительный, и все средства зрителям предложили перечислить насчет ладокурганской многодетной семьи. Все благодаря вам, дорогие зрители. Мы вносим свой вклад в общее дело. 20-летие телеганала мы могли бы в узком кругу коллективом отметить. Но зрители – самая главная составляющая. Спасибо вам всем. Народную артистку поддержали известные певцы, как Киржан Волгазиев и Бауржан Рахимбеков. Алексей Цой, Айсед Юсимбек, телеканал «Житсу», Талдыкурган. Неделя театра продолжается. Талдыкурганским зрителям представили комедию «Кайни Немен Келин». На областной сцене выступил творческий коллектив Кигенского района. Постановка драматурга Манафа Шамхалова рассказывает о сложных отношениях между свекровью и невесткой. Жанат Пек Апа против, что супруга сына Севдат работает и не дает жить и о невестке. И не выдержав такого отношения, Севдат уходит из дома и придумывает план, как проучить свекровь. Интересный сюжет, яркие актеры не оставили никого равнодушным. А счастливый конец истории порадовал ценителей искусства. Это поучительная история. К сожалению, в отношениях между свекровью и невесткой среди актуальных проблем. Мы хотели донести до всех, что нужно уважать друг друга и ценить. И я думаю, нам это удалось. В репертуаре нашего коллектива есть спектакли Ауэзова, Шанхаса Этматова, Мухтара Шаханова. В год мы готовим один новый спектакль. Представили на неделе театра также и исторический спектакль «Карасай Батыр». Такую сложную работу на себя взял молодежный театр Карасайского района. В постановке Нагажбека Капалбека рассказывается о героических подвигах Батыра. Наша постановка – экскурс в историю, начиная с героев, заканчивая костюмами и декорацией. Учитывая, что наши актеры – молодые люди, они справились с поставленной задачей. Известная дамбристка Семеречья Бутагос Дунгембаева вернулась с победой на международном фестивале дамбры «Сас Перни Лесарайших», проходившего в Атраум. Фестиваль пропаганды дамбровой музыки, популярной в Казахстане и Центральной Азии. Бутагос Дунгембаева также была награждена специальным призом имени заслуженной артистки Казахстана Кьюши Айгуль Улькембаевой. К слову, участие в фестивале принимают музыканты из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Туркменистана, России, Узбекистана и, конечно же, Казахстана. В этом году участие в фестивале не могли принимать молодые люди. Участвовали дамбристы от 30-35 лет. Я думаю, это правило включили для того, чтобы все дамбристы в своих выступлениях продемонстрировали мудрость и трепетное отношение к традиционной музыке. Вечная память и дань уважения. В Искельдинском районе прошел турнир по настольному теннису в память джетканчека Нурова, который в недалеком 2017-м поднял флаг Казахстана на всемирных трансплант-играх в испанской Малаге, где приняли участие спортсмены с донорскими органами. Джетканчек Нуров ушел из жизни год назад. Даже после пересадки сердца выступил на всемирных спортивных играх в Испании. Был уважаемым педагогом и любящим отцом. Вместе с родными и близкими. Почтить его память прибыли спортсмены, которые вместе с джетканчеком заявили всему миру о высоком уровне медицины Казахстана и информировали о возможностях трансплантации. Основной целью на сегодняшний день нашего объединения является развитие спортивной активности среди людей после трансплантации и пациентов на диализе. Наша организация является одним из организаторов проведения таких турниров в Казахстане, а также выезд из команды Казахстана за рубеж. В турнире приняли участие более 20 человек. Жетканчек Нуров любил жизнь, любил спорт. Он дарил свою энергию всем и вдохновлял, как детей, так и взрослых вспоминают они. Жетканчек преподавал здесь. Его все знали и любили. Именно поэтому так много людей пришло, чтобы почтить память этого светлого человека. Я желаю участникам соревнований удачи. Мы думаем над тем, чтобы устраивать турнир его памяти ежегодно. Сейчас в Казахстане все больше людей с донорскими органами находят себя в спорте и искусстве. Всех их поддерживает фонд Омертенеса. И организация подобных соревнований доказывает, что трансплантация не только дарит человеку жизнь, но и жизнь активную и насыщенную, отмечают представители фонда. Аделья Кжаркенова, Мадиба Ибосынов, телеканал ЖИЦУ. Такой оказалась информационная картина этого дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин